Привет, я Даша. И мы сегодня отвечаем на кое-какие вопросы, мы тут прислали, однако я решила не оглашать имени человека. Вопросы глобальные, да? Да, но в силу своих возможностей мы озвучим нашу точку зрения, нашу, мы её не навязываем. Никогда. Начнём? Первый вопрос. Их тут целых 15. Что сможешь простить нетругому? Ой, ну знаешь, нетруги это такие штуки. Которые не другие. К ним придираешься больше, чем к обычным людям, и, наверное, ничего не прощаешь. Ну не то, чтобы прям не прощаешь, но всё немножко воспринимаешь строже, чем по отношению к другим людям. Поэтому, я думаю, много бы можно было бы назвать пунктов, что я могла бы не простить. Ну не знаю. Думаю, что всё внутреннее устройство, так сказать, человека, каждый воспринимает по-своему. Конечно, другу, кстати, планка повышенная, всякое разное требование. Что если бы, например, кто-то посторонний совершил, так нам на это вроде как и наплевать. Мы же не близкие человек, а здесь, хотя должно быть как-то наоборот, правда же. Вот близкого человека мы же должны понимать, в принципе. Ну, речь-то о не другие. Нет. А дальше о друге. А простить другу? Простить другу можно очень многое. Я даже по молодости, глупости так и делала. Но со временем поняла, что всё-таки есть вещи, которые прощать действительно нельзя. Как бы тебе не хотелось снова как бы сойти с человеком, снова возобновить общение. К сожалению, это только с опытом приобрести, это вот так вот просто не рассказать, мне кажется. Не знаю, не знаю. Мне кажется, что истинному другу, в принципе… Это я вот возвращаюсь из дружины до понедельника, помнишь, она мне хрестила эту фразу, что такое счастье положим. Счастье… Как это? Что это? И один мальчик сказал, что счастье – это когда тебя понимают. Так вот, естественно… Само знаменитых разум. Понятно, да. Понятно, что и любимого, и друга, понятно, что ты, как бы понимаешь, должна, по крайней мере, поэтому возникает симпатия. А если понимаешь, значит, ты можешь понять и любой поступок. Ну, почти любой. Потому что можно поступить так, чтобы… Ну, непрощение – это, конечно, неправильно, по-бибилейски, по-божески и по-человечески тоже, потому что оно вьет… Ну, мне кажется, просить все может только два, ну, не существа, а… Короче, это мастер-релиза и кто-то из богов. Там, я не знаю, Иисус, Ио Мария. Ну, да. Здесь нужно, видимо, очень высокое духовное устройство. Увы, рядовые этим не страдают. Что тут, в твоем понимании, дружба? Дружба – это как родственник, но который выбирает не судьба, а вот ты сам. То есть, ты видишь человека, с которым ты можешь, ну, разделить какие-то свои взгляды, увлечения, и у вас это взаимно, и вот это как бы друг, наверное, так. Друг. Ну, что-то такое, да, у меня почему-то при прочтении этих вопросов как-то возникло такое слово внезапно. Слово «привязанность», вот так будем говорить. То есть, в высшем понимании привязанность и в боли. Привязанность можно быть к знакомому. Ну, я говорю, что в любом, в понимании, или любовь – это тоже привязанность, безусловно. То есть, ты связанность. Очень сильная привязанность. Ну, а с другой стороны, хорошо ли вот эта привязанность? Это все-таки связывание, решение свободы, то есть, ты… Ну, если с этой точки зрения, то любые отношения – это решение свободы, совершенно любые. Ну, насколько? Начиная с дружбы и заканчивая любовью межболгой. Ну, возможно, и так. И на что можешь пойти ты ради дружбы? Я долго думала об этом вопросе. Пожалуй, что скажу нам многое, кроме того, что может психически или физически навредить другому человеку. Поэтому, может, эти моменты допускать, конечно, нельзя. А то, что не вредит, включая и меня саму… Прежде всего. Да, 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 да. То, в принципе, навсегда. Да. Потому что, может, друг, может, ко мне подойти и скажи, как бы, ты же меня любишь как друга, там, сбросьте с девятого этажа. Может, у меня психически ненормальный друг. Ну, здесь, конечно, здравый смысл, или я уж не знаю, далеки от здравого смысла. Здесь же чувства всё-таки. Чувства – это область такая, и необъяснимая, и нелогическая, и никак. Ну, человек же не является полным эмоцией, это скорее ошейник, а ты говоришь об этом, как о поводке. То есть поводок здесь – это логика, а ошейник – это эмоции. То есть всё равно мы же в любом случае руководствуемся умом. В принципе, да, но лучше бы мы руководствовались чувствами. Ум как-то нам мало хорошо… Не-не-не, слушай, вот когда человек руководствуется чувствами, он совершает те безумные плохие поступки, которые он совершает. Если взять любой исторический пример, то это очень легко доказать. Ну, а есть же тормоза, есть, так сказать, какие-то… Ну, вот тормоз – это как раз… Внутренний тормоз, нет. Ну, может быть, с одной стороны и так… Если ко мне подойдёт друг и скажешь, если ты мне настоящий друг, спорни с девятого этажа, у меня сначала включатся эмоции, типа, что «да, я же тебе друг, нужно спрыгнуть». А потом включится ум и скажешь, эй, чё? Ну, крайности. Крайности – это, конечно, всегда плохо, где наша золотая серийная. Как ты будешь жить после предательства человека, которому было безграничное доверие? С трудом. К сожалению, у меня очень богатый опыт к моей великой печали. Я принесла предательства самых разных калибров, видов, категорий. И не понаслышке знаю, что это очень сложно. Некоторое предательство я переживала целыми годами. Вот. С трудом. И я даже, вот если меня спросить, что ты можешь посоветовать для облегчения этого, я не думаю, что можно назвать какой-либо из способов, потому что такого способа нет. Единственный способ – время. Всё остальное – это… Да, конечно. Даже смягчить просто удар – это очень сложно. Ну, опять же, мы вот с тобой как-то беседуем по поводу этого. Это зависит и от уклада психического, психологического самого человека. Ну, опять же. Мы же сейчас про себя говорим. Своё мировоззрение озвучиваем. То есть терпимы мы чрезвычайно или нет, смиренны мы перед такими возникшими обстоятельствами, насколько, то есть можно раздуть из мухи слона и превратить буквально… Самое лучшее лекарство предательство – человек, который тебя предал, тебе подойдёт извиниться. Ну, не знаю. Ты после этого, несомненно, будешь на него сердиться. И чем дольше будет… Чем сильнее предательство, тем дольше будет длиться всё равно некоторая рассерженность и обида на этого человека. Но потом, как бы он же признал свою вину, со временем ты всё равно его простишь. Но очень редко, по крайней мере, у меня в жизни никогда такого не было, что человек, который сделал мне плохо, подошёл, поизвинился бы. То есть мы просто расходились, как море кораблей и всё. Он просто не понимал. У него другое совсем понимание, другой человек, и он это понимает ситуацию, совершенно понимал. Да, я бы даже хотела подметить, что многие путают понятие предательства и ложные ожидания. Потому что ты, допустим, ждёшь от человека определенной модели поведения, он себя ведёт вопреки твоим ожиданиям, и ты сидишь – меня предали. Да. Всё-таки предательство – это более громкая вещь, чем просто рушение ожидания от человека. Условно. Это очень сильно. Да. И мне думается, что вкладывать в предательство любую жизненную ситуацию – это неправильно. Потому что оно бывает достаточно редко, в том смысле истинном, как он понимает, вот в общечеловеческом, будем так говорить, да, измена. Но это равняется измена Родины. Потому что предательство – это измена. Мне изменили. Почему-то мне изменили. А почему? Задумаемся. Почему мне-то изменили. Ты меня ждал, а я тебе этого дать не могу. Уже человек дурак. Ну он другой. Вот и всё. Ну и тут мы уже, в принципе, обсудили и этот вопрос – возможно ли, в твоём понимании, прощение. Возможно, конечно. Возможно, конечно. Возможно, конечно. Нужно прощать и следует прощать. И даже если предательство было глобальным и радикальным, то есть что-то из разряда вон, всё равно проходит время. Иногда это год, иногда это пять лет. Иногда на это может уйти вся жизнь. Но рано или поздно удар. Время всё лечит. Это так. И душевная сила ещё. Единственное, что оно лечит не полностью. Я слышала совершенно шикарную фразу. Время не может полностью исцелить тебя. Но оно может тебя чему-то научить. Безусловно. А я-то о чём говорю? Что ведь нет случайностей в нашей жизни вообще. То есть всё взаимосвязано. Если тебе послали этого человека, одного, второго, третьего, значит, зачем-то это тебе нужно. Тебя пытаются чему-то научить. Безусловно. То есть... Нужно делать уроды. Надо просто понять, зачем. Зачем. Потому что каждая ситуация, естественно, нас зовёт к тому, чтобы мы извлекли урок. Что мы должны... Вот я ещё хочу дополнить. Вот вышел вопрос. Как прийти в себя после предательства. Нужно просто сесть, нужно не жалеть себя, не концентрироваться на жалости к себе. Бедные несчастные меня подставили. Обиды. Да. Нужно сесть и подумать. Что хорошего было... Да. Всё равно всегда что-то есть, что ты для себя извлекаешь из определенной ситуации. Это всегда срабатывает. Незамерно. Незамерно. Всегда есть что-то. Ну и, в общем, видимо, нужны вот какие-то душевные силы для того, чтобы простить, как бы забыть. Простить – это забыть. То есть мы это прошли и оставили в прошлом. Они возвращаются. А не получаются. И вот как жвачку – и жуется она, и жуется. Я с тобой не соглашусь. Как говорят, обида грызет тебя. Можно простить – забыть никогда. Ну… Ты всегда будешь помнить. Ты же не склеротик. Человек черный перед тобой вот так вот штучкой не делал, чтобы у тебя это вышибло из памяти. Ты будешь помнить. Но загнать в какие-то уголки. Это может вызвать психологические проблемы. Простить можно, но помнить ты будешь. Ты будешь. Просто со временем ты перестанешь ставить… Остро так воспринимать. Эту ситуацию, да, в главу… В главу угла? Да. А в главу угла? Ай, веришь ты в истинную дружбу дашь? Нет. Вот честно, когда бы мне было бы 20 лет, и мне бы кто-то там на ютюбе сказал бы, что я не верю в чистую искреннюю дружбу, я бы постучала к этому человеку по голове, потому что я выросла на книгах «Дюма», на книгах «Крапивина» и так далее, и тому подобное. И они все пропагандировали дружбу, взаимовыручку. Один за всех, все за одного. Но, к сожалению, может быть мне просто не повезло с людьми, с жизненным опытом не повезло. Но у меня, конечно, были люди, про которых я думала, что вот, это мой настоящий друг на всю жизнь, мой как один кулак. Но… Увы. Мне думается, что… Я вот уже говорила, что истинная дружба, в моем понимании, она уже заложена только в детстве. То есть, когда ты раскрыт, когда ты воспринимаешь жизнь, как она есть. И вот, друзья детства, они бывают, что остаются на всю жизнь друзьями. Хотя и не видится зачастую, ну, так часто, как бы они хотели, потому что каждая свои обстоятельства, семьи и прочее, прочее. И даже расстояния там какие-то ужасные. Но, вот, мне думается, что вот дружба, это все-таки помнить всегда, что вот этому человеку я доверяюсь, доверяла много-много лет и ничего не случилось пока. В течение этих лет ничего такого, чтобы он бы никогда меня не понял. Вот. То есть, это вот такое, что в любую минуту я могу обратиться к этому человеку в радости, в горе. Скорее всего, в радости. Потому что в горе, да, это уже само собой, жилеточку надо, но нужно выплакаться, нужно из себя все это выговорить, как говорится. А вот радость это делится как с Богом тоже. Все просят и просят, а вот поблагодарить, порадоваться вместе. Вот это вот. Я хочу напомнить немножко сказать, что вот говорят, чтобы проверить уровень дружбы, нужно съесть вместе пуд с солей. А я не согласна. Встречаются такие типы дружбы, очень странные, когда двое общаются друг с другом, но один с другим остается только вот из-за того, что с другим постоянно что-то происходит плохое. Он как бы видит, что рядом с ним есть человек, который хуже, чем ему. И он за счет этого влазит, пользуется этим человеком как пожарной лестнице, чтобы выползти на крышу от огня. Просто забыли, или я уж не знаю, что такое радость и бытия, и общения, то есть близких людей, за которые мы в общем-то должны благодарить ежедневно. Спасибо. Каждое утро, каждый новый день, он потому что новый завсегда. И каждая минута, которая вот секунда и все, ее уже нет, она уже прошлое, будущее. И вот оно уже здесь, солнцу, деревьям, морю, близкому человеку, если тебе Бог по славу. И это хорошо. Нет близких, нет дружбы истины. Но я уж не знаю, иногда я говорю, что видимо я этого недостойно. Если мне не дают этого, то видимо что-то мне не так, если мне этого не дают. Или мне это не надо, я уж не знаю. Как бы вот так. Ну вот о дружбе, так сказать, между мужчиной и женщиной что скажешь? Не берусь судить, потому что у меня не было таких отношений. Соответственно, и говорить об этом я считаю, что не имею права, но теоретически я скорее признаю такое наличие, чем не признаю, но с одним раздействием в частном условии, между ними никогда не было физических отношений. Никогда. Только тогда. А иначе… Ну не знаю, тоже, давай расстанемся с друзьями. Так вот. Что за бред, кстати. Вот мне эта фраза всегда просто уникала. То есть вот эти вот, раз расстаются, значит что-то не так в отношениях. Скажи просто, давай расстанемся. Все, зачем пускай пыль у другу глаза, все равно общения больше не будет. Такого общения, будем так говорить. Ну это да. Бывает, что люди сохраняют хорошие отношения после разрыва. Это просто… Нормально. Да, это да. Это правда. Потому что остается непонимание, остается обиды. Все равно боль остается, да. Обида, которая тебя грызет. Легче порвать любые отношения. Ну я тоже считаю, что да, бывает. И вот без любви, вот, между мужчиной и женщиной, как-то бывает. Мне вот тоже что-то вот не случилось. Потому что вдруг это приятели, знакомые, хорошие, это одно. А дружба все-таки, это более высокая. И как-то я не знаю. А, веришь ли ты, что подобное притягивает подобное? Несомненно. Абсолютно. Это как два магнита. Они… Не-не, это за всегда, да. Я даже не нахожу необходимым объяснять свою точку зрения. Это очевидно. Ну я… Безусловно. О чем думаешь… Чего боишься, то и будет. О чем думаешь, то и притягиваешь. Да, мысли, образ мысли он притягивает тоже, кстати. Абсолютно. А уж не говоря о слове и так далее. Ну я поступок, как муж, что ли. Ну… И не говори. Ты дал, ожидая в ответ. Ну, это да. Это так. А может быть, в прошлой жизни ты сама, кстати, была предателем. Это означено. И в этой жизни… Походу, однозначно. Да. И в этой жизни тебя решили получить. Ну-ка, почувствуй, что это такое. Ну вот. Потому что, все-таки, вот эти вот слова, я немножечко отвлекусь, сочувствие, это, ну, человеку нужно просто испытать. Я вот не согласна, кстати, с выражением бисмарка, который говорит, только дураки учатся на своих ошибках. Увы и я. Каждый наступает в жизни на свои грабли. И пока ты лбом не тресешься… Я считаю, учиться на своих ошибках – это очень умно, кстати. Да только так и получается. В противовес бисмарку. Я не могу почувствовать в полном смысле вот то, что чувствует другой человек. Хотя это чуть ли не единственный немец, которого я уважаю. Ну да. Оно так, конечно. Да и флаг ему в руки, конечно, если он такой и был на самом деле. И поэтому, так сказать, вот, не знаю. Часто ли ты просишь прощения у своих близких, родственников? К сожалению, я коза, бесчестная. Почти никогда. Ну, вообще-то, да. Мне думается, ведь прощение, оно идёт от того, что ты осознал вину. А вот это вот… А её даже осознаёшь. Как-то вот неловко, как-то вот мы не так воспитаны. И как-то сженят, как-то вот они так поймут. Да. Мы привыкли подобные порывы сдерживать в себе эмоционально, подавлять. Скорее, можно поведенчески проявить, что я виноват, ну чего ты, ну не дуйся. Вот. Но в словах сказать прости, это сложно морально. Ну, как-то вот тоже не знаю. Прямо не знаю. Потому что я вот вернусь к чувству вины, то если ты просишь прощения, значит, ты виноват. А вот чувство вины как-то нам не свойственно. Как-то вот наша психология человека такова, что… Нет. Я-то вот белые пушистые. Это вот там обстоятельства, люди, прочее, прочее. А я-то как бы… Нет. Я осознавать, я осознаю, что да, я виновата, нужно повиниться, попросить, простить, но мне эмоционально просто сложно на это сделать, на самом деле. Я лучше как-то поступками, действительно, повторюсь, постараюсь как-то проявить, чтобы… Ну, это лучше, конечно, поступок, это всегда. Слова, слова тоже значима. Другой может и поминутно просить прощения, а толку чуть, и то же самое, и то же самое. То есть уроки-то где, из которых ты что-то извел? Потому что если противопрощения, значит, тем самым ты говоришь, что больше этого, то, что тебя тронуло, тебе повредило, психологически, физически и так далее. Это больше не повторится, по крайней мере, по моей умышленной вине, о ней осторожно все же не говорим. Какое место занимает твоя жизнь и обстоятельства? Ну, я не знаю, насколько влияет, видимо, на твои отношения, на твои вот… Ну, обстоятельства не всегда, я считаю, руководят поступками так или иначе, в любом случае, твое поведение – это ответная реакция на что-то, произошедшее в твоей жизни. То есть это как диалог между двумя людьми. Я говорю, мам, привет, ты мне, привет, как дела, ты мне, хорошо. То есть один из собеседников является обстоятельствами, другой человек – это сам. То есть… Ну, тут влияние, конечно, взаимно. Мы влияем на обстоятельства, обстоятельства нас тоже влияют. Да, это взаимно. Тут взаимодействие идет непрерывное. Только тут… Головодействие в природе. Ну, тут мы говорим еще о том, насколько мы опять же в силу своего вот статуса психологического воспринимаем эти обстоятельства. То есть как мы выстраиваем вот это вот взаимодействие, это важно. Потому что каждый к тем или иным обстоятельствам абсолютно имеет разные отношения, абсолютно. В чем-то схоже, но разное, безусловно. Веришь ли ты в случай? Несомненно. Я считаю, случайность не случайна. А есть еще фраза «случайность – любимая подпись Бога». Есть еще вариант той же афоризмы «судьбы – любимая подпись». То есть я считаю вообще ничего, в жизни не случайно. Даже вот те люди, с которыми мы шапочно совершенно знакомы, то есть все наше общение ограничивается только «привет», «привет», «здравствуйте», «здравствуйте». В прошлой жизни мы кем-то там были друг к другу и нас столкнулись снова. То есть это… Ну то есть это, так сказать, закономерность. В любом случае, как бы звали мы ее случайность. Да. Это все, так сказать… Риской высокомерия. Все это, так сказать, вот мы договорились вот так называть, вот так называть. А понимание у каждого абсолютно чувствование иное. Высшая сила существует ли понятие? Да, несомненно. Только оно и существует. Я не признаю, например… Хотя я никак не могу из своего слова на обихода выкину слово «Бог». Ну, знаешь, слава Богу… Ну, это генетически. Я не признаю, что там есть христианский Бог, Будда и Егова… Да их там… Монте-сума… Да их там… Монте-сума… Осирис… Да… Там еще кто-то… И пошло и поехало. Сейчас куча ко мне полетит. Есть термин «высшие силы». Я только это и осознаю. То есть это что-то вселенское необъятное, что нереально осознать. Это не просто там кто-то на облачке или человек с головой сокола… Да, наш мозг… Как обычно в психологиях… Да, отчеловечивают. Ну, просто проще… Удобнее. Да, удобнее. Спасибо. Для ума понять, что такое «высшие силы». Частично, хотя бы чуть-чуть. Персонифицируя. Безусловно. Безусловно. А так только «высшие силы» я верю. Это и игры ума, будем так говорить. А все остальное, конечно… Конечно, потому что это непознаваемо. Это как бесконечность вселенной невозможно представить, потому что мы можем представить себе то, с чем мы сталкивались, с чем можно идти, с чем можно сравнить, с чем. Да ни с чем, абсолютно. Как это так бесконечно? Ну, вот что-то… Нереально представить. Все равно заканчается. Ну, как это? Как это не имеет ни конца, ни начало-то вообще? Как? Да. Ну, поэтому, так сказать, и намерения «высшие силы» нам неведомы, и предугадать их как бы нельзя. Берешься ты в судьбу? Ой. У меня неоднозначное представление о судьбе. Обычно судьба представляется как? То есть это какая-то вот четкая… Линия. Ты как маринетка. Каждый твой поступок – это судьба. Ты поступаешь так не потому, что ты так поступаешь. Тебе судьба – это поступить? У меня другое представление. Судьба – это как стоять на переклёстке семи дорог. То есть у тебя есть разные… Выбор. Да. Выбор, который ведет более-менее к одинаковому итогу. Ну, все равно может отличаться этот итог. Ты просто сам выбираешь эти все дорожки, тропиночки на переклёстках. Все-таки выбор есть. Выбор есть, но, увы, мы его так часто и не видим. То есть знаки какие-то… И мы сами же все дороги, по которым идем, уничтожаем. Это да. Просто устраиваем взрывы посреди спасительной дорожки и теми или иными своими поступками. Я в своё время в одном из интервью на вопрос… Вопрос так не звучал, конечно, именно особенно. Я просто сказала вот так. Я фаталистка. Кто такой фаталист? Ну, тот, который вот именно верит в судьбу. Что предопределено, значит, это и будет. Ну так, предопределение есть. Даже того, чего быть не можно, но будет всё равно. Я не трясаю, я тоже сторонница. Это часть кармы, это одна из целей реинкарнации, как термин. Мы верим в то и другое. Может, подсказки какие-то бывают, которые мы не слышим, знаем, которые мы не видим? Да. Просто мы порой выбираем более длинные пути, более короткие. То есть… Ну, опять же, вот говорят, что вот рождение и смерть. Здесь уже ничего не поделось. То есть здесь предопределено однозначно. И ничего изменить нельзя совершенно. Вот чем руководство, если человек сделал, кстати, авиабилет, заболел там или ещё чего-то, какое-то обстоятельство вкралось, и он не полетел, а самолёт разбился. Вот, казалось бы, судьба его должна вот чёткой гибели вести, а нет от чего-то. То ли высшие силы по-другому распределись именно в этот момент. Он-то ведь не думал ни о чём плохом. У него мыслей не было. Тут выбора-то у него и не было как бы. Вот случилось то, что случилось, а тем не менее. Ну, кстати, я хочу ещё ещё сказать, что в плане построения судьбы, рождения и смерти, инкарнации и вот таких всех вещей меня очень сильно поразило в положительном смысле слова Акунин, он наш любименький, он написал книгу там. И эта книга, она, конечно, вызвала массу кривотолков и противостояний среди людей, но вот мне понравилось. Да. Мне, безусловно, тоже понравилось. Я по-другому взглянула на фразу «поверить да воздастся». Оно там совершенно в другом ключе преподносится. Совершенно в другом. Не то, что мы понимаем под этими словами обычно. Угу. Это так, конечно. Ну, что неизвестность, это тогда страшно. Как говорят, что в ту же смерть никто не знает, кто там, что там за ней. Точно оттуда ещё никто не возвращался. И тем не менее. Неизвестность страшно, хотя, как мудрые люди говорят, чего об ней думать. Смерти пока ещё нет, извините, чего об ней думать. А когда она уже есть, так, извините, думать нечем. Уже, как бы, и всё уже. Но, тем не менее, нас это интересует, понятно. Потому что неизвестность, потому что, как же так, не может быть. Вот, как это, всё есть, а меня нету. Угу. Не может быть. Это моя вселенная, это мой мир. И со мной погибнет эта вселенная. А нет такового свойства вот человека. Как думаешь, Волан существует? Волдемарт. А силы зла куда ждеть? Ну, да. Ну, сомненно. Это вечная история. Тем более, учитывая, ну, если учитывая, действительно, Воланд де Мортоне, есть же ещё Воланд из Мастера Магариты, его же также звали. Ну, это из той же стаи, как бы, крестинфицировали. В любом случае, те, кто интересовался, как писался Гарри Поттер, они знают, что Джонни Роулинг воплотил в этих книгах, свои эмоции, Дементора, который усасывает всё хорошее, что есть в твоих мыслях, в твоих эмоциях. Значит, всё это было написано ею, когда она отчаялась, когда всё плохо у неё было в жизни. Она просто все эти эмоции творчески реализовала. Поэтому, несомненно, Волан Тумор существует. Это мы сами, наша плохая половина, скажем так. Вот именно говорим. Как силы добра, силы зла. То есть, свои силы мира. Всё зло, что с тобой происходит, именно благодаря тебе. Да. Свет, тьма. Ты сама первая причина этого зла. Безусловно. Добро – зло. И я… То есть, как бы изначально нам гармония между добрыми и злыми силами. Да, да, да. Гармония правит мир. У нас. А потом уже и начинается вот это. Перевешивает дисгармония, и начинаются проблемы тогда. И в отношениях, и в жизни, и в любых отношениях. Веришь ты в то, что красота спасёт мир? Что ты понимаешь? Нет. Это бред. Красота. При чём здесь красота? Спасти мир может музыка, может душевная красота. Хорошие поступки. При чём здесь внешность? Как бы, что это такое? Ну… Опять же так. Как подразумевать? Ну, безусловно. Ну, у каждого свои, так сказать. Кому нравятся брюнетки, кому владинки… Ну, при условии, что подразумевается именно наружная красота, то нет. При чём здесь красота? Мне кажется так. Мне кажется, что красота вот душевная – это вот и есть гармония между тем, чего в нас есть. Понятно. Я-то сейчас могу… Плохое, хорошее, будем так говорить. В внешности. Ну, я не знаю. Она вот с большой буквы, говорю, тут написана. Видимо, развивается какая-то вот красота высшего порядка. Ну, если высшего порядка, то несомненно. Спасёт. Ну… Конечно, спасёт. Мне кажется, что… Вот можно так сказать, что гармония – это и есть красота. Да. Потому что всё, что дисгармонично, мы не приемлем, нам это не нравится. То, что нам соответствует вибрациям, то есть, вызывает у нас чувство доброго, радости, благодарения, счастья и людей и так далее. То это да. Ну, вопросы истякли, как бы, на этом… Да. Мы тебе желаем искренней дружбы, отсутствия в твоей жизни предательства и хорошего настроения в жизни нас по ветру. Радости побольше. И благодарения. Пока.